Агрогородок Томашовка многое связывает с космонавтикой. Это и одноимённый музей в местной школе, к слову, единственный на территории Беларуси. И улица Гагарина, а также памятник земляку и первому белорусскому космонавту Петру Климуку. А теперь в честь даты 60-летия со дня события планетарного масштаба российская сторона подарила музею бронзовый бюст первого человека, шагнувшего в неизведанный космос. Счастье наше в том, что мы всегда были и есть первыми, и никогда вторыми не будем. Потому что человек, шагнувший в космос единожды, он, ну, это достижение, наверное, это тысячелетие. Юрий Алексей стал первым космонавтом Советского Союза. Светлая ему, конечно, память, давно это было, но мы сегодня гордимся теми успехами, которые делает космонавтика, в принципе, всего мира, а Российской Федерации, то, что сегодня белорусы активно участвуют в космических программах, этому есть свое подтверждение. Я хочу, чтобы наш музей, символический он, конечно, но в то же время с серьезными сегодня уже творческими образцами, увеличивал свои экспонаты, чтобы сюда приезжали больше гостей, чтобы они интересовались, оставляли в книге памяти свои пожелания. Сегодня в фондах музея порядка полутора тысяч экспонатов. Неоновая подсветка, макеты ракет и космических объектов, фотографии и личные вещи космонавтов погружают посетителей в историю освоения космоса. А его покорители и сами не раз здесь бывали. Космонавты Коваленок, Новицкий и Климук, Авдеев и Самокутяев высоко оценили экспозицию и проделанную работу. Но его создатели мечтали сделать уголок, посвященный Гагарину. В советское время небом грезили не только мальчишки. На роль первооткрывателя космоса изначально претендовали почти 3,5 тысячи летчиков истребительной авиации. А полетел только один. 60 лет назад им стал Юрий Гагарин. Этот экспонат, этот бюст, это действительно настоящая жемчужина нашей экспозиции, которая позволила дать толчок для создания полноценного гагаринского уголка, который расширил нашу экспозиционную базу, который поможет действительно стать музею еще более сильным инструментом гражданско-патриотического воспитания учащихся. Мы будем воспитывать, как говорят, юных гагаринцев. На подвигах Юрия Алексеевича, на рассказах о этой легендарной личности, на примере этого великого человека мы будем воспитывать наших учащихся такой же сильной любви к родине, такой же смелости, такому же неуемному стремлению к движению вперед. Сюрпризом для гостей мероприятия стал запуск ракет, сделанных руками школьников. И хочется верить, что в стенах этой школы, благодаря проделанной работе, вырастет достойная смена легендарным космонавтам. Если в космос мы хотим, значит скоро полетим!